Путешествие вдоль северного берега страны на копии Ботика Петра Первого. Томич Александр Бойцов готовится к экспедиции. Зимой он собрал деньги на паруса в интернете. И вот сейчас до первого пуска на воду осталось совсем немного. Когда стартует уникальный поход на запад страны, Денис Солдаткин встретился с кораблестроителем-любителем. Ну, собственно, здесь идут все работы. Ни моря, ни даже реки в Притеченске никогда не было. А вот своя судоверфь есть. Под неприметным временным укрытием, похожим на теплицу, находится копия Ботика Петра Первого. Какие-то вещи будут, естественно, подновлены. Сейчас в работе находится резьбовой орнамент. Сюда ставится резьба с фигурой Святого Николая. На оригинале это сделано. Это обязательный элемент. Следование оригиналу – главное условие. Для Александра Бойцова даже специально приготовили обмеры Ботика, который находится в музее Санкт-Петербурга. Всех, кто ему помогает, он уже отметил на корпусе. Здесь же имена тех, кто в том числе пожертвовал деньги через интернет. На паруса с помощью краудфандинга насобирали 132 тысячи рублей. Их уже пошили по специальному заказу. Это такой пинок был, стряска такая прям великолепная. То есть я даже не ожидал, честно говоря, такой реакции. Я получил очень много писем. Очень много писем, что пишут. Просто начиная от того, что молодец, и кончая, что вы товарищ подвижник. Примерно так. Собранных денег хватило, помимо парусов, хватило на комплект флагов полностью. Весь комплект – это Гюис, Андреевский, штандарт. Александр Бойцов обо всем отчитывается в Фейсбуке. Интернет освоил настолько, что думает еще раз запустить сбор средств в сети. Теперь деньги нужны на подготовку к экспедиции. Ботик повторит древний Мангазейский ход. Потоми и Аби выйти в Карское море, а дальше – до Архангельска. Хочу много уделить времени изучению места Волока, где был там серьезный Волок на Ямале. Потом подойти к городу Пустозерск. Там обязательно надо сделать остановку. То есть маршрут предполагает 2-3 навигации. Лодка остается там. Да, лодка остается там на базе. Проходит зима, возвращаясь туда и продолжает маршрут. Закончить строительные работы полностью планируется в июле. Этим летом будет и первый пуск на воду. А уже в 2018 году стартует сама экспедиция. За это время нужно найти команду и подготовиться практически и теоретически к длинному путешествию. Денис Солдаткин, Владимир Ощепков. Новости здесь, Томск.